Разрушители легенд проверяют гипноз. Смотри мне в глаза, пристально, ты заснешь глубоким-глубоким сном. Что ты делаешь? Гипнотизирую, Гранта. Зачем? Мы работаем с мифами о гипнозе. Существуют давние мифы о так называемой гипнотической силе. Сейчас ими займутся разрушители легенд. Начнут они с классики. Злой гипнотизер, сделав пост-гипнотическое внушение, может заставить вас совершить что-то против вашей боли. А, это как в фильмах, где спящий агент, ему говорят кодовое слово, он пробуждается и убивает людей. Именно. Только людей убивать не будем. Хорошо, и кого из нас будут гипнотизировать? К сожалению, все не так просто. Не все поддаются гипнозу. Поэтому, думаю, прежде всего, надо найти гипнотизера, выяснить, кто из нас подается, и именно ему дадут пост-гипнотическое внушение. Отлично. Давайте найдем гипнотизера. Первым делом надо выяснить, поддается ли кто-то из них гипнозу. У нас есть гипнотерапевт и невропатолог. Они выяснят, кого из нас можно загипнотизировать. Для первого теста нам нужно пост-гипнотическое внушение. Если никто из нас не поддается внушению, мы застрянем. Сначала Тори. План такой. Керри и Грант будут следить за процессом с помощью невропатолога Синти Керсон и электроэнцефалографа. И что это? Типа, если я отвечу неправильно, меня ударит током? А в это время гипнотизер Сет попытается ввести его в транс. Сфокусируйтесь на моей руке. Ваши веки тяжелее? Пусть они станут еще тяжелее, тяжелее, тяжелее. Она использует распространенную технику прогрессивной релаксации. Просто дайте волне расслабляющей энергии охватить вас с головы до ног, до кончиков пальцев. Керри и Грант поймут, что Тори загипнотизирована, когда аппарат покажет, что электрическая активность его мозга сократилась наполовину. А известно, какой процент людей поддается гипнозу? Легко поддаются 85%. 85? Но, вопреки статистике, начало не очень хорошее. Даже спустя 10 минут мозговая активность Тори уменьшилась всего на 5%. Я хотела добиться где-то половины от того, что было. Соответственно, если было 9,5, хотелось получить, например, 4. Неспособность Тори расслабиться означает, что он выбывает из соревнований. Керри следующая. И команда возлагает на нее большие надежды. Думаю, она подходящий кандидат для гипноза. Почему? Не знаю. У меня такое ощущение. Потому что просишь ее что-то сделать, и она делает? Нет, причин не в этом. Но их надежды оказались необоснованными, потому что Керри тоже не поддалась внушению. Думала, что расслабляюсь, и у меня будет сонное состояние. Но потом я так сильно старалась уснуть, что не смогла полностью расслабиться. Остался один Грант. Но поддаст ли гипнозу мистер наука? Погружаетесь все глубже, глубже. Все больше расслабляетесь. Несмотря на первоначальное неудобство, через 5 минут все выглядит неплохо. Как тряпичная кукла, все глубже. Аппарат показывает, что уровень мозговой активности Гранта уже упал с 9 до 4. Думаю, он в глубоком трансе и поддается гипнозу больше других. Вот, смотрите. Это означает, что нашли тот самый тип внушаемого человека, который им нужен. Грант — подходящий человек для постгипнотического внушения. Он очень внушаем. Ты выиграл. И что теперь? Ты же знаешь. Мы посмотрим, сможем ли тебя загипнотизировать и заставить делать то, что ты в обычном состоянии не делаешь. Вы же не собираетесь поставить меня в неловкое положение. Не беспокойся. Возможно ли загипнотизировать человека так, чтобы он действовал против своей воли, не подозревая об этом? С сахаром и сливками ся? Команда уже выяснила, что Грант поддается гипнозу. Теперь Кэрри и Тори только должны решить, что он будет делать. Меня немного беспокоят, что эти двое могут выдумать. И на это есть причина. Он не сделает ничего глупого или неуместного. Например, не станет рисовать на своем роботе большое сердце. Кэрри и Тори выдумали две постгипнотических идеи, которые можно внушить Гранту. Мне нравится, когда Тори скажет фразу «Квантовая физика». Ему вдруг захочется рисовать на своем любимом роботе-сердечке. В нормальном состоянии он такого не сделает. А когда Кэрри тевнет, он подпрыгнет. Это он может сделать. Подопытный кролик Грант возвращается в кресло. Через несколько минут аппарат показал, что его мозговая активность снизилась на 50%. Жутковато. Он похож на зомби. Сет хочет проверить, действительно ли он податлив, прежде чем заниматься постгипнотическим внушением. Через некоторое время я спрошу вас, как вас зовут. Насчет три вы не сможете вспомнить вашу фамилию. Один, два, три. Как вас зовут? Грант. Грант. А фамилия? Работает. Он не может ее вспомнить. Грант действительно под гипнозом. И Сет начинает закладывать основу для постгипнотического внушения, начав с того, чего Грант в обычном состоянии делать не будет. Когда услышите «квантовая физика», вы нарисуете на вашем роботе прекрасное женское сердце. О, Боже, она только что отдала ему приказ, и он согласился, даже не улыбнувшись. Грант не может. Он не такой хороший актер, я же знаю. Хорошее замечание. Теперь второе внушение. Всякий раз, когда вы видите, как Керри зевает, у вас возникает непреодолимое желание подпрыгнуть. Она лепит из него все, что хочет. А теперь готовьтесь к пробуждению. Семена посеяны. И придется ждать до завтра, чтобы увидеть, дадут ли они всходы. Легенд. Разрушители легенд. Это обычное утро в разрушителях легенд. За тем исключением, что сегодня Грант – бомба замедленного действия. Вчера в его подсознание ввели две команды. И сегодня пришло время посмотреть, дадут ли эти семена всходы. Итак, два сигнала. Мы говорим квантовая физика, и Грант вынимает маркер и идет рисовать сердечко на роботе. Затем второй. Керри зевает, и он начинает подпрыгивать. В любом случае, день будет веселый. Ни Керри, ни Тори не говорили с Грантом о вчерашнем сеансе гипноза. И сам он занимался совсем другим мифом. Итак, сигнальные слова. Думаю, могу сделать такую штуку, которая быстро их всех туда затолкнет. Но тут много дополнительной работы. Слишком сложно. Но это же квантовая физика. Ладно. Никаких граффити на роботе. Может быть, более тонкое внушение сработает лучше. У меня есть... Керри зевает один раз, второй, и ничего. Сигналов предостаточно, но он так и не стал их покорным рабом. Почему? У меня было четкое представление о том, что они от меня захотят. И я все время говорил себе, хорошо, может быть, забуду, это будет на подкорке. Но все вспоминалось. И так для Гранта это не сработало. Но после первой попытки слишком рано считать эту легенду опровергнутой. Думаю, проблема в том, что все это время, пока был под гипнозом, ты знал, что будет команда. Не догадывался, какая именно, но знал, что будет. Хорошо, тогда сделаем так, найдем кого-нибудь из съемочной группы, кто верит в гипноз и хочет измениться. Когда он будет под гипнозом, мы тайно внушим ему команду. У меня есть отличный кандидат. Элис, одна из наших продюсеров, хочет отучиться жевать кончики ручек и очень верит в альтернативную медицину. Приведем ее, устроим сеанс лечения от жевания ручек, а когда она будет в трансе, сделаем ей собственное внушение. Продюсер Элис работала с Джейми и Адамом, но другим сюжетом. И не знает, чем сейчас занимается эта команда. Думает, что ее будут лечить гипнозом от привычки жевать кончик ручки. Пусть ваши глаза закрываются. Расслабьтесь. Она не догадывается о том, что пока будет под гипнозом. Произойдет нечто двусмысленное. Мы хотим сделать ей постгипнотическое внушение так же, как делали его тебе. Нужно внушить ей то, что она легко сможет сделать, например, взять себя за ухо, а потом внушить то, что совершенно противоречит ее моральному установку. То, чего она бы никогда не сделала. Например, дать мне пощечину. Сеанс гипноза в полном разгаре. Пора сделать первое внушение. Если услышите слово Адам, почешите ухо. Хорошо? Мне не нравится эта идея. Это журничество. Она идет к нам. Начало было хорошее, но Элис, кажется, не загласила наживку. Я не согласна. Хорошо. Прежде. Этот миф идет ко дну, как свинцовый шар. Она знает, что мы пытаемся сделать постгипнотические внушения, и это не работает. Мы даже еще не дошли до развлекательной части. Я хотела увидеть, что она будет делать, если мы внушение что-то совершенно невероятное. Вместо этого пощечина в лицо постгипнотических внушений. Такое только в кино бывает. Я должен убить королеву. А в реальной жизни, как говорят сами гипнотизеры, это не так. Невозможно контролировать с помощью гипноза. Нужно, чтобы вы приняли команду. Если не захотите, ничего не произойдет. Я расстроилась. Очень хотелось, чтобы все сработало. Жаждала получить пощечину? У нас хороший результат. Я имею в виду то, что когда гипнотизер пытался принудить Элис к чему-то против ее воли, она тут же выходила из транса. Правду говорят, полностью бессознательного состояния не бывает. И большинство гипнотизеров сходятся в том, что невозможно заставить человека сделать то, что противоречит его моральному стою. Итак, этот миф опровергнут? Да. Жаль. А я хотел починить себе весь мир. Простите, суперзлодеи, но миф опровергнут. Видя, как Тори, Керри и Гранд веселятся, разбираясь с гипнозом, это вам не квантовая физика. Адам и Джейми решили к ним присоединиться. Чем вы занимаетесь? Керри Гранд и Тори занимаются мифами о гипнозе. Есть один миф, который я всегда мечтал проверить. Да, и что за миф? То, что под гипнозом можно вспомнить больше, чем при обычных обстоятельствах. Когда, например, полиция может вас загипнотизировать, и вы вспомните все детали преступления, свидетелем которого стали. Но о чем не помните? И что мы собираемся делать? Думаю, так, как будто затеешь у них на глазах ссор с кем-нибудь, кого они не знают. После этого мы дадим им манкеты с вопросами о деталях происшедшего, а затем мы гипнотизируем их и снова зададим вопросы. Посмотрим, больше ли они вспомнят. Тогда нам понадобятся актеры. Точно. Привет, ребята, проходите. Чтобы проверить этот миф, они позвали местных актеров Брайана и Райана, чтобы разыграть сценку. А Тори, Кэрри и Грант будут свидетелями. Цель сценки — увеличить уровень стресса, показать им есть, что не очень приятно. А потом они должны точно вспомнить, что случилось. Команда должна будет запомнить множество действий и слов. Кроме того, Адам хочет оставить серию визуальных подсказок. Посмотри, здесь татуировка, там несколько ярлыков и еще логотипы для верности. Здесь целая серия улик, которые, если запомнить, позволят раскрыть дело. Смогут ли Кэрри, Тори и Грант под гипнозом вспомнить больше? Съемочную группу впустили сюда по секрету, чтобы могли все заснять. Давайте начнем сценку. У меня есть пакет для М7. Я могу принять. Привет, парень. Привет, как дела? Да, это тот парень. Ты из этого шоу, да? Где они устраивают взрывы все такое, да? Бог ты мой. Ты не против дать автограф типа того? Они везде оставляют улики. Но догадалась ли об этом команда? Классно. Просто напиши что-то вроде «Да здравствует миф, да здравствует мечта». Вы шутите? Нет, я серьезно. Сначала они не обращали внимания. Можно с тобой сфотографироваться, ты и я. Надену твою беретку, ладно? До тех пор, пока не началась эскалация напряжения. Оставь в покое шляпу, мы должны вернуться к работе. Что, телезвезда? Теперь они полностью захвачены этой сценой. Знаешь что? Да нафиг, никаких фотографий, ничего. Кинозвезды. Кинозвезды. Надо расписаться. Что это было? Если бы заиграла музыка, и он начал бы раздеваться, тогда понятно. Шоу окончено, можно раскрыть им секрет. Ну как понравилось? Забавно. Полное безумие. Мы придумали эту сценку, чтобы дать вам кучу фактов для запоминания. Согласно мифу, под гипнозом вы сможете больше вспомнить о преступлении или событии, которые видели, чем вспомнили бы в нормальной ситуации. Отлично. Итак, мы записали детали того, как выглядели эти ребята, и рассказ о том, что произошло. Вот вопросы. Мы зададим их вам, когда будете под гипнозом и в обычном состоянии, а потом сравним результаты. А мы ни о чем не догадывались. Будет интересно посмотреть, как выступим до и после гипноза. Хорошо, а теперь, когда я знаю, что это тест на проверку памяти, надеюсь, что достаточно внимательно следила за людьми и смогу описать их внешность. Посмотрим, как территории Грант сдадут экзамен на память. У меня ощущение, что я снова в школе. Нет, если бы был в школе, ты бы у меня списывал. Я не буду у тебя списывать лучше у Гранта. Готовы? Один, два, три, начали. Перед сеансом и после него им будут заданы одни и те же вопросы. Белый? Вопросы об именах виновных, их особых приметах и даже запахи. Это же странный вопрос, который могут проверить объем памяти. Думаю, это все. Я закончила. Больше ничего не вспомню. Итак, какие оценки? Думаю, что, наверное, ошибся во многих деталях. Я помню вещи, но не их отличительные черты. И он не шутит. Хотя какую-то информацию общего характера не помнили. Но никто не смог вспомнить решающие детали, которые могли бы привести к аресту подозреваемых в реальной жизни. Поможет ли гипноз нарисовать более полную картину? Или это гиблое дело? Разбираясь с легендой о том, что гипноз усиливает память, Джейми и Адам поставили спектакль. Оставь покой шляпу. Что? Нам нужно работать. И подвергли испытанию память членов команды. Я чувствую себя, как когда-то в школе. Но дело осталось нераскрытым. Все трое провалили экзамен. Теперь мы выясним, поможет ли им гипноз вспомнить какие-нибудь важные детали. Гипнотизер Дэйв Хилл думает, что да. Постараюсь приложить все свои гипнотические способности для того, чтобы улучшить вашу память. Дэйв убежден, что сможет освежить память Тори Керри и Гранта при помощи так называемой техники быстрого гипноза. Просто дайте мне руку. Хорошо? Я положу свою руку сюда, если вы не возражаете. Ладно, когда я досчитаю до одного, вы будете находиться в состоянии очень глубокого сна. Это прекрасно. Идея в том, чтобы загрузить мозг резкими твердыми командами. Хорошо, закройте глаза, друг мой, закатите их. Попытайтесь открыть глаза один раз, два раза. Заметьте, не получается. Усните, ложитесь. Спите очень хорошо. Вот так, прекрасно. Скоро мы зададим вам на бумаге несколько вопросов об инциденте, который вы видели. Но прежде я помогу вам вспомнить. Сейчас перед вашим внутренним взором предстанет телевизор с пультом, который позволит вам прокручивать пленку вперед-назад, просматривать сцены в замедленном режиме. Под руководку Дэйва команда отвечает на те же самые вопросы под гипнозом. На униформе есть ярлыки или заплаты? Посмотрите внимательно. Что написано на их ярлыках с именами? У кого-нибудь из курьеров была татуировка? Еще несколько наводящих вопросов позднее, и можно узнать, помог ли им гипноз вспомнить какую-то дополнительную информацию. Просыпаетесь и чувствуете себя превосходно. Оценки выставлены, и вот новые результаты. Кэрри вспомнила один важный диалог. Ты этот парень-шоу, где устраивают взрывы. Это парень-шоу, да? Где устраивают взрывы? Погоди, я позову брата. Знаешь, я сейчас быстро позову брата. Все это я вспомнила после гипноза. Но информацию, которая действительно могла бы помочь следствию, вспомнили Тори и Грант. Я даже не помнил об именах на ИРЛКах, но под гипнозом одно имя всплыло. Правильное имя? Да. И как его звали? Джо. А Грант смог в деталях описать татуировку. Для того, чтобы установить личность преступника, это важная информация. Я потрясен результатами. Похоже, благодаря гипнозу дело может быть раскрыто. Ну что, ребята, под гипнозом вспоминалось лучше? Я под гипнозом вспомнил, что одного из них была татуировка на шее. Это важно. Да. А Тори вспомнил имя. Совершенно не ожидал, что сработает. Но что, с учетом всего, считаем, что миф подтвержден? Да, есть основания считать его подтвержденным. Подтвержден. А я верю. Это удивительно. Итак, вся надежда на гипноз. Миф подтвержден.